Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Девчонки, в общем погода у нас снова испортилась и по вот этой вот причине у меня есть время снять видео утром, поскольку выйти в дождь у меня нет никакого малейшего желания, тем более из-за проблем со спиной, в общем не хочется переохлаждаться и из-за того, что мне запретили вообще всякие такие более сильные физические нагрузки, я даже не могу пойти на свою беговую дорожку, поэтому пока у меня есть время перед тем, как везти Миленку в школу, я вообще нашла укромный уголок и хочу сейчас попросить у вас совета. Обращаться буду к девочкам, которые 40 минус и у которых возраст 40 плюс. Не знаю, у меня может быть опять начинается вторая вот такая вот фаза мандража 40-летней женщины, но вчера смотрела видео на тему, как одеваться женщинам после 40 лет. И вы знаете, меня так, ну можно даже сказать, испугала фраза автора видео относительно того, что как бы 40-летние тетеньки, которые все так же носят короткие шорты, короткие юбки, в общем это такие тетеньки, которые молодятся. И почему меня это задело? Я делаю в том, что я до сих пор как бы летом ношу и короткие шорты, и короткие юбки. Вы, если смотрите мои фото в инстаграм, вы можете видеть, что у меня есть и джинсовые юбочки достаточно такой длинный мини, и шорты тоже они длинные. Ну в общем, может конечно, ну как, я живу на юге, и у нас здесь даже бабушки носят короткие шорты, и никого это не шокирует. Но тем не менее, знаете как, у меня дочке 5 лет, и естественно, я думаю, меня поймут мамочки, которые родили после 30-35 лет, и существует какой-то вот такой вот, ну не то, что внутренний страх, но например, мне бы как женщины не хотелось, чтобы когда я буду прокуливаться своей дочкой, то кто-то бы сказал, там девочка и бабушка, или как там твоя бабушка, или как там ваша внученька, или как ее зовут. Меня вот это вот, ну после вот этого видео, короче говоря, появились такие мысли. До этого таких мыслей у меня не было, я как бы, ну в Европе много женщин, которые рожают и после 40 лет, и как бы никто никого, никого не шокирует, что если родители, даже седовласые, так скажем. Но тем не менее, я-то все-таки девочка-то славянская, с нашими стереотипами, и меня вот это вот немножко стало волновать. Какая у меня будет просьба, если среди моих зрительниц есть такие, которые, ну так же, как и я, имеют мой возраст, и девчонки, какие фишки у вас есть, чтобы одеваться стильно, модно, но в то же время не быть, не выглядеть тетенькой, которая молодится, потому что, ну реально, я согласна с автором видео, что это, ну немножечко смешно. И я даже как-то стала, пересмотрела свои гардеробы, и думаю, может быть, действительно отказаться от всего вот этого, но у меня какая проблема, я маленького роста, я невысокого роста, и если я буду носить длину миди, мне она не идет. Мне или длинное платье в пол, как говорится, или же что-то короткое. И в то же время не хочется переходить на одежду, чтобы выглядеть уже, ну, сорокалетней такой. Ну хотя возраст, сорок лет, это расцвет. Ну это, как сами понимаете, я себя подбадриваю. Я всегда, ну, стараюсь как бы, если меня что-то вот так вот мучает, я стараюсь вынырнуть из этого состояния, я всегда говорю, что я сильнее, и никакие там неприятные моменты меня не смогут поглотить, но, тем не менее, все-таки вот такой вот червячок где-то есть. Так что, девчонки, буду благодарна молоденьким, которые могут... Пишите то, что думаете. Комментарии буду читать все, поскольку мне нужен этот совет. Буду рада и комментариям, как молодых девчонок, потому что, может быть, со своего... С силой своего возраста и со своего видения вы дадите какое-то свежее новое мнение, которое, например, мы уже... Девочки, которые постарше, может быть, где-то упустили и не замечаем. И также буду благодарна женщинам, которые моего возраста и которые, как бы, ну, решили эту проблему для себя. Я скажу так, я очень люблю такой стиль джинсы, джинсовые шорты, белые-черные футболки, какие-то рубашки. Но, сами понимаете, ежедневно в джинсах ходить же не будешь, и хочется что-то, какое-то платье, какую-то юбку, какой-то такой наряд, и поэтому нуждаюсь в совете. Затем, девочки, пожалуюсь на свое тело. Вот, у меня есть несколько видео по уходу за кожей, по антицеллюлитный уход и так далее. Так вот, мне, опять же, из-за вот этой вот спины запретили какие-либо физические нагрузки. В общем, на дорожки не хожу. Через день, как видите, из-за погоды, через два, получается, какие-то прогулки пешие, но и то немного. И, ну, желательно лежать, лежать, лежать. И к чему я это веду? Что после 20, я родила первого ребенка в 23 года, и я сильно располнила после родов, после беременности и во время кормления грудью. Потом я стала худеть, и я заметила, что у меня, это первый раз, когда я заметила, что у меня появился целлюлит. Я стала искать различные методы, чтобы с этим бороться, с этой проблемой, и нашла для себя три очень простых метода, которые действительно работают. Это ежедневные приседания 10 утром, 10 вечером. Это минимум, тот минимум, который я никогда не упускаю на протяжении вот этого периода. Практически, получается, 20 лет я этим занималась. И второе, это вода. Я пью как минимум 2 литра в день обычной чистой воды. Туда не входят ни кофе, ни какие-то тизаны, это травяные настойки, ни, естественно, чай. И третий метод, который мне помогает, это скраб из кофе. Из кофе не из питого, а из кофе молотого. Просто молотого я показывала. Есть вот такие вот, у нас, как они, ну, Дозет она называется. Это вот такие порции для приготовления кофе. И вот одной вот такой вот упаковочки мне хватает на скраб для всего тела. Почему? Вы спросите, почему именно неиспитый кофе? Все очень просто. Дело в том, что в неиспитом кофе содержится очень много масла. И именно вот это вот масло и помогает бороться с целлюлитом. Когда вы его наносите, вы как бы сами вот эту саму вот эту гущу смываете, а масло впитывается в кожу, и именно вот это работает, и именно вот это помогает бороться с целлюлитом. Кожу в тонусе держит. Ну, в общем, много плюсов от такого скраба. Но дело не в этом. Дело в том, что три недели я перестала приседать. Абсолютно. Даже вот, ну, приседания, если кто не знает, если кто не смотрел мои видео, это вы... Для меня это как то же самое, как чистить зубы по утрам и по вечерам. Ноги на ширине плеч, и вы делаете медленно-медленно приседаете, медленно-медленно поднимаетесь. И как бы вот эти приседания, они прекрасно держат форму мышцы в тонусе, и мышцы бедер, задней стороны бедер, внутренней и естественной ягодиц. И вот это очень-очень-очень, по моему мнению, помогало мне не иметь вот этой вот проблемы. И за три недели моё неблагодарное тело, в общем, забыла все мои старания вот этих вот долгих лет. И, в общем, наверное, это тоже, конечно, связано с возрастом. Когда ты моложе, то, наверное, твоё тело всё-таки... Я знаю, что это всё восстановится, как только я вернусь к приседаниям. Но, тем не менее, конечно, вот это меня немного нервирует и доставляет мне неприятные эмоции. Потому что как вот ты работаешь, 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 ты делаешь, делаешь, а результат через несколько мгновений, ну что, три недели по сравнению с 18 годами, как бы раз и нет. Следующее вот так же по поводу, ну вот, 40-летних дам. Я соглашусь абсолютно со всеми, кто говорит, что выглядеть моложе помогает светлый цвет волос. Чем ты старше, тем твой цвет волос должен быть светлее. Я, как вы знаете, поменяла цвет волос, это примерно сколько-то, года два назад, да. И причина была не так, чтобы выглядеть моложе, а из-за того, что у меня очень много было седых волос. И приходилось наносить краску практически каждую неделю, потому что слишком был резкий контраст. Белые корни и вот эти вот чёрные окрашенные волосы. В общем, я выглядела, ну, это мне 20 лет, наверное, прибавляло, потому что, когда я сделаю вот так вот пучок, когда делаю маски, и, в общем, это было, ну, не знаю, бабуля и только там. Ни о какой женщине даже 39-38 лет и говорить не стоило. И, конечно же, многие, может быть, сейчас скажут, что и да, и нет. С одной стороны, вот по поводу веса, я уверена на 100%, что как бы лишний вес придаёт лишний возраст. И многие даже, вот если вы читаете там какие-то женские журналы, там многие диетологи и там коуч-инструкторы, назовём их так, которые пишут, что каждый лишний килограмм – это плюс один год во внешности. С одной стороны, да, я согласна, если ты, ну, как бы, невысокого роста и достаточно, ну, как бы, такой весь упитанный, и, конечно, ты смотришься как-то, ну, немножко старше, чем стройные девушки. Но, с другой стороны, вот я, когда мы уезжали в Украину, я весила на 5 килограмм меньше. Когда мы вернулись, я привезла с собой 5 кило. И, естественно, я сейчас, у меня на девчонке, кстати, с инстаграмом написали, «А ты снова на диете Дюкан, у тебя снова появляются дюкановские рецепты». Девочки, не снова на диете Дюкан, я сейчас, ну, некоторые блюда готовлю именно по этой диете, стараюсь убрать всё-таки эти 5 килограмм, хотя мне мой муж говорит, зачем, как бы, лицо выглядит лучше, и нет никакой вот, ну, потому что, знаете, когда ты худеешь, всё-таки, как ни крути, появляются морщинки. Я не знаю, может быть, потому что кожа обвисает, может быть, потому что, ну, был более полный, потому что исчезает вот этот вот подкожный жирок, я не знаю. Ну, наверное, скорее всего, вот именно по вот этим факторам. И вот он мне говорит, вот ты хотела там и боток сколоть, хотела какие-то там витаминные уколы, и уколы молодости, и тут, значит, чуть-чуть поправилось, и как бы всё гладенько, и всё хорошо. Но я не соглашусь с ним, как бы там ему не казалось, что я выгляжу прекрасно, взаимев снова эти 5 килограмм, потому что я знаю, чего мне стоило потерять. Все набранные после операции килограммы, и я знаю, что если я набрала 5 килограмм, затем будет 6, затем будет 7, 8, 9 и 10, потому что это не из-за того, что я буду сейчас опять ложками есть пельмени, вареники, шашлыки, ну, в общем, украинскую еду, и опять эти салаты с майонезом и так далее, как это было на празднике. Это будет происходить только потому, что, ну, в связи с состоянием моего здоровья, как бы я, метаболизма нет, и, в общем, мне будет потом трудно, снова придётся слишком много положить усилий, чтобы снова похудеть до того результата, который у меня был. И поэтому сейчас, девочки, у меня, да, немножечко такая еда в рамках, можно сказать, исключено всё, что я могла себе позволить там на протяжении даже последнего года, потому что, ну, как бы мы люди, существа слабые. Когда ты одеваешь вещи, которые там 2-3 года ты не мог даже подумать, что ты в них влезешь, и тут ты одеваешь, и ты видишь, что ты даже в них как бы вращаешься, что они немного свободноватые на тебя, то ты забываешь о том, что тебе пришлось для этого сделать. И ты начинаешь там где-то, фрукт съел вечером, я уже не говорю, я не говорю про шоколад, про булочки, потому что для меня это деликатесы, хлеб для меня деликатес, какие-то там, какая-то колбаса вкусная, какие-то там, ну, я уже про сало, про масло, это уже запредельные мечты, но какие-то такие вещи, которые, например, здоровые люди, которые могут очень легко сбросить лишний вес, могут себе позволить, закрыв глаза, и то я об этом даже мечтать не могу. И поэтому, конечно, да, сейчас у меня снова такой вот период режима, поскольку близится лето, хочется что-то купить новенькое, хочется выглядеть хорошо, и, естественно, я не хочу вредить своему здоровью, и я не хочу терять тот результат, достигнутый иной результат, как бы это, ну, будет просто-напросто глупо. Так, ладно, девчонки, в общем, время близится к тому, что мне нужно будет вести Миленку, у меня вообще уже скоро надо будет новую рубрику открывать, потому что у меня последнее время, и видео, получается, записывать именно утром из-за погоды, что я не могу никуда выйти, и на дорожке тоже не могу походить, и поэтому остаётся время для того, чтобы поболтать. Ладно, девчонки мои, всем хорошего настроения, хорошего дня, очень буду благодарна за ваши советы и комментарии, не стесняйтесь, не бойтесь, критикуйте, советуйте, потому что, ну, как говорится, в споре рождается истина, так и вот у меня, потому что, ну, как, может быть, кто-то уже нашёл для себя выход из положения, как я уже сказала, чтобы выглядеть не смешно, и в то же время, чтобы ты был, ну, и не как бабулька одетый. И вот сейчас вот как раз такой период, что как бы то, что я могла надеть в 30 лет, например, сейчас, наверное, я не могу себе позволить, ну, опять же, из-за вот этих вот стереотипов, что уже в возрасте уже не можешь себе этого позволить. Ладно, всё, хватит, а то я уже начинаю повторяться и ныть. Всем хорошего дня, хорошего настроения, и до новых встреч на моём канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok